Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня понедельник, 27 мая, я начинаю новую вышивальную неделю. Планы на эту неделю у меня в принципе такие же, как и на предыдущую, ничего у меня глобально не меняется. Мой основной процесс это сэмблеры от компании Rosewood Manor, которые вы видите сейчас на своих экранах. Вчера вечером немножко я все же повышивала. У меня готовы вот эти 4 слова, готовы 2 слова здесь и еще вот здесь была небольшая группа слов, которые я сначала как-то собралась вышить, а потом не стала. Покажу вам ее сейчас на превью. Вот эти тоже 3 словечка, вроде бы они находятся недалеко от цветочка, но как-то я считала-считала, постоянно сбивалась, в общем решила не скушать сьбу. Подожду, пока вышью вот эти все элементы, они будут готовы, уже от них будет гораздо легче посчитать, где эти слова должны находиться, потому что, к сожалению, я частенько в таких моментах ошибаюсь. Именно поэтому я не люблю скакать по схеме, то есть я всегда стараюсь вышивать, ну особенно когда у меня нет разметки, только те цвета, те элементы, которые отстоят недалеко друг от друга. У меня не раз уже бывали случаи, когда я промахивалась мимо, ну не знаю, вроде бы кажется так просто, возьми и посчитай, но вот что-то у меня не получается, поэтому да, я решила здесь не торопиться, вышью эти слова потом. И что же я буду делать? Сначала я вот здесь вот заполню такое пустое пространство, это маленький цветочек, совсем небольшой, вот эта розочка, надеюсь, что справлюсь с ней быстро, а потом уже вернусь вот к этому основному большому элементу, видите, практически он у меня закончен, но не хватает вот основного большого цветка, и вот здесь вот по бокам немного зелени. Ну хотелось бы, конечно, за неделю со всем этим справиться. Дальше, что касается моей игры в кубики, я ее, естественно, продолжаю. Те же самые шесть работ, что и на прошлой неделе, все у меня остается, пока там никаких изменений нет. И еще, как у меня есть небольшой план на эту неделю, я бы хотела вернуться к своему чайному календарю, вот таким образом оно у меня сейчас выглядит, три месяца готовы, схема на апреле у меня уже давно есть, но вот нужно какое-то время, не знаю, не буду даже загадывать, не буду ставить себе никаких обязательных там планов или что-то, нет. Ну просто к этой работе нужно вернуться, нужно ее хотя бы немножко повышевать. Получится много, ну здорово, не получится, все равно хотя бы чуть-чуть к ней прикоснуться хочется. Ну, наверное, это все, что я вам могу сказать по планам на неделю. Занятия пока еще у сына есть, но совершенно точно я буду ходить туда вместе с младшим ребенком, то есть вышивки никакой не будет. Значит, не знаю, пока не предвидится никаких поездок, и я вот уже думаю, что что-то нужно будет сделать все-таки хотя бы с этим динозавриком, которого я вышиваю сейчас, да, напомню, что мой дорожный процесс это динозаврик на пластиковый конвейджер птиц, я вышиваю сейчас трицератопса, но не хочется его уже бросать совсем до сентября, поэтому как-то что-то, может его тоже иногда дома брать, не знаю. Я подумаю, вот как-то что-то с ним хочется придумать и сделать, чтобы уже действительно в таком каком-то подвешенном состоянии он у меня все лето не провалялся. Ну, на этом с планами, наверное, все, и давайте начнем с кубиков. Кидаем кубики. Так, задание на сегодня, пятый процесс и 600 крестиков. Пятый процесс это карта. Вот так сейчас выглядит моя карта. Буду продвигаться вот здесь вот в левую сторону, немножко воды и остров черепа. На карте прибавилось 277 крестиков, практически половина задания выполнена. Появился уже полностью контур первого острова, но этим заданием я уже буду заниматься дальше завтра, потому как сейчас вечер и я начинаю работу над своим основным процессом. У меня прибавился на этой работе 181 крестик, вышед маленький цветочек и, да, я перешла уже к большому элементу, выполнила вот этот розовый бутон. Все, время половины первого ночи, уже очень хочется спать, так что на сегодня с вышивкой я заканчиваю. Посмотрела, у меня всего получилось 458 крестиков, то есть практически я выполнила свою такую условную норму 500 крестиков в день. Сначала даже хотела это делать, думаю, ну совсем немножко, всего полсотни, но нет, сил действительно нет совсем, так что все, оставляю все, до завтра. Наступил вторник, я вышла утром 278 крестиков на этой карте, добавила второй цвет, более светлый, в самом острове. Все вместе у меня получилось 555 крестиков, так что это задание выполнено. И еще есть время, поэтому можно взять задание на сегодня. Посмотрим, что выпадет. Третий процесс и 600 крестиков, как ему везет. Мой третий процесс это снеговичок от Милхилл. Напомню, что сейчас моя работа выглядит вот таким образом. Ну, конечно, для такого небольшого размера, 600 крестиков, это будет очень существенная прибавка. Четверг, 30 мая, и я закончила задание со снеговиком. Вышла я 601 крестик, 100 во вторник и по 250 вчера и сегодня. Да, задание достаточно большое, и практически все крестики я выполнила. Чуть-чуть осталось на сове, и на правой ручке все остальные крестики уже готовы. Получается очень здорово, и единственное, что меня до сих пор смущает, оно меня смущало с самого начала, как только я начала эту работу, но, честно говоря, чем дальше, тем сильнее меня смущает, а именно основной цвет снеговика, да, самого снега. Он не белый, а бежевый. Честно говоря, смотрится так немножко как-то грязновато. Не знаю, вот снеговика на пластиковой конве там по студии, ой, от жарптицы, которого я вышивала, там он был основной цвет белый, и так смотрелось, все здорово, он такой яркий, чистый, как бы. Ну, а тут что-то, что-то как-то не знаю. Вот мне то нравится, то как-то опять начинает этот какой-то не очень чистый снег смущать. Не знаю, надеюсь, что потом, когда будет бисер, а бисера, как вы видите, здесь будет много свободного пространства, не зашитого осталось очень много, но надеюсь, что как-то будет все это выглядеть получше. Вот, покажу вам на схеме, вот, розовенькая, это 600 крестиков, которые я в эти дни вышивала. По вечерам, к сожалению, мне вышивать не получалось совершенно, ни во вторник, ни в среду я своим основным процессом не занималась, поэтому, несмотря на то, что сейчас обед, и по идее я, по плану, должна была вновь брать задание у кубиков, но нет, я хочу все-таки продвигать основной процесс, зато он какой-то называется основной, а по факту у меня получается, что я больше времени уделяю другим работам. Раньше как-то было так, что днем я вышивала совсем немножко, а основное мое вышивальное время все-таки было вечером, а сейчас не знаю, что это, ну, у детей как-то перестраивается, видимо, график, и у меня тоже получается все наоборот, что я днем могу вышивать, а вот вечера периодически у меня выпадают, так что сегодня я себе и днем, и вечером беру в работу центр, буду вышивать основной вот этот элемент, сам центральный вот этот цветочек, ну, и потом вокруг него немножко листиков вот тут у меня останется, вот, так что посмотрим, надеюсь, что будут у меня хорошие продвижения. 429 крестиков на этой работе готовы, и готов центральный элемент, самый большой цветочек, который на розу, честно говоря, не похож совершенно, вообще ни один цветок, который присутствует в этом сэмплере на розу не похож, но, в принципе, менее красивым от этого сэмплера, конечно же, не становится, видимо, какое-то такое особое видение у дизайнера. Сегодня у меня уже пятница, сейчас день, так что буду бросать кубики, но перед этим кое-что хочу вам показать. У нас сегодня день довольно дождливый, все утро было пасмурно, но сейчас начинает где-то, где-то проглядывать солнышко, но речь идет не совсем о погоде за окном, я хочу показать вам питомцев моего старшего сына. Мы решили дома, по его просьбе, конечно, вырастить, три таких небольших дубочка, но это небольшая не пока, хотя, знаете, я впервые так воочию наблюдаю этот процесс, и хочу вам сказать, что они растут очень быстро. Вот еще буквально в начале недели это были маленькие росточки, ну, едва там сантиметр-полтора от земли, с малюсенькими листиками, а сейчас вот самый большой из них, высоту уже больше моей ладони, и очень быстро у них и листья растут, и я как-то сначала подумала, что мы оставим их прямо в горшке, может быть, потом рассадим, но интересно же, да, настоящее дерево дома на окошке. Но сейчас, я думаю, если такими темпами они будут расти, то уже даже, может быть, в конце этого лета нам придется их высаживать на дачу, то есть, наверное, год они у нас тут не продержатся, местечка им не хватит, ну и земли, соответственно, тоже. Так что посмотрим, будем наблюдать, как они растут. Ну, я очень удивлена, правда, никогда не думала, что деревья растут так быстро. Возвращаемся к вышивке. Нужно взять задание на сегодня. Четвертый процесс, 200 крестиков. Ну, наконец-то, я безумно рада, наконец-то выпадает у меня сэмблер с пчелками. Давайте посмотрим, как моя работа выглядит сейчас. Если вы смотрели на мои апрельские старты, то помните, что на этот день, на день, когда мне выпало вышивать этот сэмблер, у меня времени не было совершенно, и я буквально, только чтобы начать, я вышила рамочку у главого элемента, у вот этой пчелки. Все, больше пока нет ничего, все, вся красота мне еще предстоит. 200 крестиков, это, конечно, очень немного, я была бы рада и все 600 здесь вышить, но все равно здорово, что наконец-то он выпал, а то я уже думала, что у меня какой-то заколдованный кубик. Вот еще второй процесс у меня ни разу не попадался. Но посмотрим. Итак, значит, я буду вышивать челку, я думаю, что она тут небольшая, я ее все вышью, и тогда пойду уже вниз вот здесь дальше вышивать бордюр. Еще хочу вам показать, сейчас на белом фоне, чтобы было лучше видно, показать ниточки, вот как они на органайзеры все, ну, самодельные такие обычные органайзеры, все собрала по одной пасме, посмотрите, какие яркие цвета, как все-таки это здорово смотрится, особенно мне нравится вот эта зелень. Ой, по-моему, должна в итоге получиться отличная просто работа, но я, по крайней мере, на это очень-очень надеюсь. Ну что ж, вот оно еще раз, мое маленькое начало, посмотрим, что же здесь у меня получится. 238 крестиков на этой работе готово. Я уже просто не стала бросать, и довела вот здесь бордюр до, ну, почти до края пялец. Здорово получается, мне очень нравится, конечно, такая цветотерапия, яркая, забавная челка получается. Да, ну, будем надеяться, что все-таки почаще эта работа будет мне попадаться. Ну, и пока время есть, давайте я еще раз нарушу пыльки. Время повышевать, пока есть. Второй процесс и 200 крестиков. О, слушайте, мне сегодня везет прямо на те процессы, которые обычно не попадались. Второй процесс, это мой кролик для зубной феи, или зайчик. И поскольку здесь крестиков-то нет, и, естественно, эти стежки никакие считать я не буду, то просто я буду вышивать его до вечера. Ну, то есть, сколько времени у меня сегодня еще получится днем повышевать, столько я ему и посвящу. Вот так сейчас у меня работа выглядит, ну, я, конечно, продолжу работать с контуром. Повышевала я этого зайчика, кролика. Вот эта нижняя часть контура у меня вышилась. Как раз ушла одна ниточка. Я напомню, что вышиваю я остатками от набора замок в разрезе компании Butterthreads. Там ниточки Madeira. Они уже в нарезке. Нарезка довольно длинная. Я специально не мерила, но, не знаю, мне кажется, практически метровые там нитки. Может быть, сантиметров 80. И да, вот одной ниточки хватает на достаточно приличную часть работы. Сейчас уже вечер. Увы, достаточно поздний, но я все-таки надеюсь посидеть хотя бы немножко над своим основным процессом. Буду вышивать листочки зеленые. Вот с этой стороны, собственно, ровно такие же, как и здесь. Элемент абсолютно симметричный. Не знаю, на скидку, мне кажется, может быть, крестиков 200, ну, 250 максимум должно получиться в листочках. Хотя, честно говоря, глазомеры у меня не очень хорошие. Вот на этом основном большом цветочке я не предполагала, что тут где-то прячется целых 450 крестиков. Но, да, дважды пересчитывала, все сошлось. Так что, да, кажется, что, всегда кажется, что мало глазами, все всегда быстро вышивается. Но на деле не всегда так. Ага, еще, кстати, забыла вам. Вернемся опять к зайчику. Забыла сказать. Смотрите, пяльцев, которые у меня, которые я использую на этой работе, это пяльца, купленные мной в магазине Fixed Price аж за целых 77 рублей. Были куплены исключительно ради интереса. Посмотреть вообще, что это такое. Я, честно говоря, вообще ничего от них не ждала совершенно. Я думала, ну, какая-то, господи, деревяшка, деревяшка, что-то такое будет неясное, непонятное, недолговечное, ничего подобного. Отличные пяльца, они прекрасно ткань держат. Даже вот в этой части, которая обычно является таким слабым местом для большинства пялят с винтом. То есть там, ввиду того, что расходится основной ободок, там немножко иногда ткань сползает. Здесь ничего подобного нет. Вот эти металлические крепления, ушки эти, они достаточно из толстого материала сделаны. Они никуда не гнутся, в отличие, допустим, от пялец фирмы Гамма, который у меня есть. Там вот это вообще тонюсенький какой-то лист, я не знаю, там жести или чего, который моментально сгибается. Нет, здесь такого нет. И винт очень удобный для закручивания. Натяжка барабанная, отлично она держится, несмотря на то, что я опираю вот так вот, то есть пальцами держу за ткань. И иногда в процессе вышивки на других пальцах она немножко, ну, как-то начинает сползать. Здесь ничего подобного не было. В общем, знаете, я приятно удивлена. Я очень расстроена, что сразу, я не помню уже, когда я их купила, там, наверное, полгода назад, что ли, где-то я вам их, по-моему, показывала в каком-то видео. И я жалею, что я не попробовала их сразу. То есть нужно было сразу опробовать, понять, что они достаточно неплохи, а для своей цены так они просто великолепны. И нужно было купить еще разапас. Диаметр у них, наверное, сантиметров 20. Ну, так, навскидку. Я не мерила на них. Написано, естественно, не было вообще ничего, кроме стикера с ценой. Так что неизвестного производства эти пальцы. Но, да, оказались очень-очень даже неплохими. Так что, если вдруг когда-нибудь, ну, во-первых, я доберусь до этого магазина, что-то давно туда не заходило, ну, и если увижу, то обязательно еще несколько штучек себе куплю. Вполне-вполне достойные пальцы. Сегодня у меня уже суббота. 270 крестиков на этой работе готовы. И все листочки, и вообще, в принципе, все элементы на этом большом центральном цветочке выполнены. Часть я сделала вчера вечером, но немножко доделывала сегодня утром. Вообще, сегодняшний день у меня будет, наверное, не вышивальным, потому что мне нужно поехать к подруге на день рождения. Я вернусь уже очень поздно вечером. Но если что-то у меня получится в течение дня, еще как-то до отъезда повышивать, я буду заниматься своим чайным календарем. Ну, все-таки я собиралась его на этой неделе вышивать, но как-то неделя быстро подошла к концу, а к нему я так и не приступила. Поэтому и сегодня, и завтра тоже с утра, до момента моего отчета, если получится, потому что на завтра тоже есть много дел семейных разных, если получится, в общем, как-то что-то у меня повышивать, я буду заниматься именно чайным календарем, буду вышивать и рамочку для следующего месяца. Ну, покажу вам уже потом, получилось ли что-нибудь там сделать. Наступило воскресенье, 2 июня, и пришло время подводить итоги этой вышивальной недели. Неделя получилась достаточно насыщенной, я много вышивала, выпало у меня всего 2 вечера, ну, дети, они непредсказуемы, так что, в принципе, это все нормально и ожидаемо. Ну, и в субботу у меня получилось тоже практически не вышивальной, и это тоже было ожидаемо, потому что я ездила на день рождения к подружке, потом мы гуляли с мужем по ночному ДНХ, очень там красиво, фонтаны подсвечиваются, в общем, было здорово, и я совершенно не жалею, что в это время этот день провела без вышивки. Ну, а сегодня мне немножечко повышивать удалось, в дневной сон детей, и, как вы видите, я почти завершила рамочку. Если вечером сейчас у меня получится повышивать, я, конечно, дальше буду продолжать заниматься этим процессом, но и уже в следующей вышивальной неделе покажу вам свои результаты. В целом, еще раз повторю, я неделей очень довольна, я и основной процесс повышивала, и с кубиками отлично тоже поиграла, покидала, выпали, наконец-то, мне те процессы, которые давно-давно не выпадались, так что я этому тоже очень-очень рада. Спасибо вам большое, что были со мной, спасибо, что смотрели это видео, и до встречи в следующий раз. Пока!